Здравствуйте, друзья! Это Юрий Цветков. И сегодня хотелось бы записать видео, которое будет посвящено такой тематике, как паттинг, и в частности, first-pat proximity, то есть это точность первого пата. Я достаточно много, но достаточно много анализировал лучшие раунды в гольфе и пришел к определенной выявлению определенной статистической зависимости, которая наилучшим образом описывает результативность игрока. Вот в каких обстоятельствах, какие качества ему необходимо, в том числе и количественные параметры, выдерживать для того, чтобы играть со счетом минус 8 и лучше. Как это происходит в лучших для них раундах. И два показателя оказались ключевыми. Это точность и прочее удара, регулярного удара при атаке грина. И второй показатель – это точность первого пата. То есть вот то, какова средняя дистанция после первого пата, независимо от того, с какой дистанции он осуществляется. Поэтому в первую очередь хотел бы начать с тех ресурсов, которые помимо YouTube. YouTube, если вы видите это видео, значит, вы зашли уже. Но, возможно, вы любите какие-то другие социальные сети. И поэтому вот хотел привлечь ваше внимание к страничке «Гольф наш». Это страничка на русском языке, которую я делаю в Инстаграме. И через нее основной трафик идет. И здесь же есть вот ссылка на мои англоязычные или смешанных языков, русские англоязычные ресурсы. И это All Over The Goal. В первую очередь здесь самый большой трафик из всех моих ресурсов в социальных сетях. Тут до трех миллионов показов доходило за 28 дней. Сейчас чуть-чуть меньше. Помимо этого, вот мог бы что рекомендовать вам из социальных сетей. Это еще вот группа, которую я тоже веду, Your Gold Swing Videos. Здесь уже 12 тысяч 100, извините, членов этой группы. И она достаточно быстро растет, потому что по своему названию она хорошо попала в аудиторию. Здесь люди выкладывают свои собственные свинги. И принято не критически советовать друг другу, давать советы какие-то. Ну, все, что связано с гольфом, здесь тоже размещается информация. И приняты некритические советы относительно того, что поправит в гольф-свингах. Если советы критические, там начинаются издевательства какие-нибудь, я удаляю, блокирую. И не даю возможности заниматься здесь ерундой, хейтингом каким-нибудь. Идея группы состояла в том, чтобы люди могли без критики выкладывать свои свинги и получать рекомендации не только профессионалов, но и таких же игроков, как они сами. Потому что иногда бывает, что коллективный разум работает ничуть не хуже, чем разум отдельных экспертов, профессионалов, которые дают рекомендации. То есть, получая информацию из разносторонних источников, иногда таких же людей, которые недавно совсем решили ту проблему, которая перед ними возникла, вы иногда можете не хуже решить эту проблематику, нежели, чем когда просто берете какие-то платные уроки у профессиональных игроков. Здесь, ну, как бы, есть дуализм определенный, потому что я, с одной стороны, сейчас даю уроки, поэтому вроде как заинтересован в том, чтобы именно к профессионалам больше всего люди обращались. Но, с другой стороны, у меня немножко альтернативный подход. Моя задача состоит в том, чтобы люди играли в гольф, а если они будут играть больше и больше, то они никуда, ну, мимо не пройдут. С кем-то из них мы пересечемся, и мне этого будет вполне достаточно. То есть, ну, с коммерческой точки зрения вот такой подход. Значит, ну, теперь непосредственно то, что касается самого исследования, да. Каким образом, на чем оно базируется? Я взял информацию о том, как играют, и буду впоследствии каждый, наверное, каждый турнир ее стараться брать. Как сыграл, например, победитель турнира Макс Хома. Выписываю информацию о том, как он играл на каждой лунке. Вот, допустим, 18 лунка в четвертый день, да. Откуда у него начинался паттинг. Он делал паттинг с двух футов в семи инчей, да. Вот он был на грине четвертым ударом, после этого сделал пятым, закатил мяч в лунку. Соответственно, эти данные я переношу в таблицу. Относительно того, вот четвертый день. Восемнадцатая лунка, сейчас посмотрим. Два и семь, да. Соответственно, он выполнял, за один удар попал в лунку. Что здесь, помимо этого, какая информация содержится? Здесь содержится информация еще, на каком расстоянии был его мяч после первого удара. То есть, например, после первого пата. То есть, например, если мы посмотрим на первую лунку, то мы с вами увидим, что он сделал два пата. Он был на грине в семи футах в восьми инчах и с двух инчей закатил мяч в лунку. Поскольку здесь принято такие меры исчисления, ну, хотелось бы, чтобы вы к ней привыкали постепенно, футы и инчи, да. Ну, самое простое. Фут – это примерно ступня. Чуть меньше моя ступня 42-го размера, чем фут, да. Фут – это 31 сантиметр, моя ступня там где-то 28-29. Но когда вы это измеряете ступнями, то, в принципе, там еще небольшой зазорчик остается. И поэтому получается, что вы очень легко можете измерить. То есть, взяли эти цифры и четко померили. Именно таким образом я, например, мерил свою точность после… То есть, я делаю первый пат, мяч останавливается у лунки на каком-то расстоянии. Я недосконально, но примерно прикидываю, на каком расстоянии он остановился. Мерю именно в футах, если это расстояние достаточно большим получилось. И таким образом переношу и свои собственные данные в таблицу. И что в итоге у нас получается? У нас получается, что я играю с того же расстояния, что играл Макс Хома все 4 дня. Начиная с первой, начиная с первой лунки. Именно с тех же самых расстояний. Дальше, например, на первой лунке он сыграл с 10 футов 9 инчей. И попал в мяч в лунку с первого удара. Я не смог поразить лунку с первого удара. У меня осталось расстояние 11 инчей. А в инче 2,5 см. То есть, примерно 27-30 см у меня оставалось. И я сделал с этого расстояния, с 10 футов 9 инчей, я сделал, соответственно, 2 пота. И таким образом, по каждой лунке есть вот такое соответствие. По каждой лунке я фиксирую его точность первого пота, свою точность первого пота. И это позволяет мне в конечном итоге выходить на сводные цифры. А сводные цифры что характеризуют? Ну, во-первых, конечно же, довольно существенное значение имеет, с какой дистанции в целом и с какой дистанции в среднем производились удары. То есть, вот, допустим, средняя дистанция на этих 18 лунках в первый день у Макса была 18 футов и 6 инчей. Дальше. Аналогичным образом мы рассчитываем общую дистанцию и среднюю дистанцию для первого пота. Ну, ее удобнее... Точности первого пота, извините. Ее удобнее рассчитывать уже в инчах. Вот здесь восьмерочка стоит. Это значит, что средняя дистанция, точность первого пота у него была 8 инчей. В моем случае это было 25 инчей. То есть, я с тех же дистанций играю, да? Он сыграл за 27 патов. В среднем у него было 1,5 пата на лунке. У меня было 36 патов ровно. И в среднем у меня было 2 пата на лунке. Моя точность первого пота 25, да? То есть, явно видно расхождение в качественных характеристиках. У него было 8, у меня 25. То есть, я сыграл существенно хуже, в 3 раза хуже у меня была точность первого пота. Дальше. Примерно то же самое. Ну, фактически то же самое. Мы анализируем и на лунках второго дня. То есть, опять же, я играю с тех же дистанций, что он. И пытаюсь сравнить себя с его результатами. Здесь уже чуть поменьше были дистанции средних, с которых делались поты. 16 футов и 4 инча. И, соответственно, средняя точность первого пота у Макса была не столь хороша, как в первый день. У него было 13. У меня было 16 инчей. Да? Он сыграл за 29 патов, я за 32. И у него было среднее дистанция, извините, среднее количество потов на лунку 1,61. У меня 1,78. То есть, уже отставание здесь у меня было чуть получше. То есть, качественные характеристики были чуть получше. Таким же образом мы анализируем оставшиеся два дня. И на всех, извините. И там точно так же я играю против него. И, соответственно, тут же есть параметры. И, соответственно, делаю сводную таблицу. Потому что меня интересует общий результат. Что в этой таблице фигурирует? Ну, во-первых, количество потов, которые делал Макс. У него 107 потов. И здесь вот интересно как бы посмотреть на что. То есть, он сыграл на этих лунках относительно паттинга. То есть, на паттинг ему в среднем по 2 удара на лунке дается. Он 72 лунки играл, 144 удара. Для него пар паттинга. Он сыграл на 37 ударов лучше пара. Дальше. Общий счет у него был 269 за эти 4 дня. То есть, он сыграл на 19 лучше пара. То есть, 18 примерно вот этих вот, ну, фактически бьоди, сделанных в паттинге, он раздал на остальных лунках. Да, в других компонентах игры. Я имею в виду, что там в прочинге, в игре вокруг грина, в выходах сти. Дальше. Среднее количество потов у него было 1,49. Ну, здесь общая дистанция, с которой он делал поты. Средняя дистанция с его паттинга. Дальше. Средняя дистанция, ну, средняя точность первого пота. Да, то есть, на какой дистанции оказывался мяч после первого пота. Дальше. Один пат, ну, количество лунок, которые он прошел с одним патом. И процентное отношение этих лунок по отношению ко всем 72 лункам, на которых он играл. Дальше. Сколько раз он делал 3 паты, 3 пата, и сколько это было в процентном отношении. И количество лунок, на которых он вообще не делал потов. То есть, он делал либо чипын, либо с фринджа попадал в лунку, либо попадал и прочим в лунку. Ну, и соответствующие цифры я вывожу для, рассчитываю для себя. Ну, не все, конечно, потому что я не играл все 72 лунки, ну, в полноценные. Я только паттингом занимался, да, у меня получилось 133 пата. Это минус 11 ударов к пару. Я проиграл 26 ударов Максу. На 72 лунках это очень много. Это фактически на каждой третьей лунке я ему проигрывал. Среднее количество потов на лунку у меня было 1,85. Средняя дистанция после первого пота, ну, фактически, вот, общая дистанция паттинга у нас была одинаковая, потому что я с тех же дистанций играл. Средняя точность первого пота у меня была 20. То есть, я вдвое хуже сыграл, чем Макс. И это уже наводит на мысль о том, каковы были причины того, что я играю хуже, чем он, да. То есть, вот, средняя точность первого пота явно у меня хуже, чем у него и довольно существенная. И в этом есть одна из причин в паттинге. Второй момент. С первого пота я попадал всего 24%, 17 патов я сделал с одного патом. И у меня было 9 трехпатовых лунок. Соответственно, в чем же вторая причина состоит моего отставания? Во многом она состоит в том, что у меня было очень много ошибок с коротких дистанций, да. То есть, вот, допустим, 7,8 мы катили. Ну, тут и Макс, как бы, у него два пота пришлось ему сделать. Ну, и ошибка-то у нас была там небольшая, 2 инча, это 5 сантиметров примерно до лунки не хватило, да. Но, тем не менее. Вот, чтобы не занимать очень много вашего времени, я могу сказать, что основные мои проблемы возникали, вот здесь можно тоже видеть, например, три пота, откуда возникло. После первого пота я был на дистанции 4 фута и 5 инчей, то есть, примерно, ну, примерно метр пятьдесят, да, от лунки. Но, тем не менее, не смог закатить мяч с этой лунки, с этого расстояния. Аналогичная история на пятнадцатой лунке, да, после первого пота я в шести инчах от лунки и, опять же, мне приходится, в шести футах от лунки и, опять же, с этой дистанции мне приходится сделать не один пот, а два, да. То есть, мои проблемы отчасти связаны с точностью первого пота, и вторая проблема связана, ну, они отчасти и взаимосвязаны, да, это моя короткая игра. То есть, я, короткие паты. Паты на дистанции 8 футов и ближе, да. С этой дистанции профессионалы обычно попадают 50% всех потов, у меня вероятность попадания с первого пота значительно меньше. То есть, это вот показатели, которые характеризовали мою игру относительно победителя этого турнира. Дальше я анализирую еще относительно игрока, который прошел кат, так называемый, то есть, он попал в деньги, и он фактически, ну, оказался худшим из тех, кто попал в деньги, да. То есть, он заработал, то есть, он зарабатывает профессиональным гольфом, но, тем не менее, он где-то вот середнячок такой, ровно посередине всех участников, от всех участников этого турнира он находился. В данном случае это Майкл Томпсон. И я анализирую относительно его свою результативность точно таким же образом, да. То есть, он сделал 113 потов, минус 31 к пару в паттинге, имеется в виду. Ну, я сделал 132 пата, играя против него. То есть, у меня было минус 12, в итоге я ему проиграл 19 ударов, а лидеру я проиграл в паттинге 26 ударов, да. Среднее количество потов у него 1.57, у меня 1.85. Очень близко к тому, что у меня было, я там на один пат всего, на всего разница по сравнению с тем, как я играл против Макса. Но, при игре против Макса у него средняя дистанция вот здесь была 12.34. В данном случае мы наблюдаем, что дистанция средняя была 11.60, да. И фактически получается, что... Ну, не такая существенная разница на самом деле, да. Дальше. Точность в проксимите первого пота. У него 16, мы сравним с Максом. У Макса было 10, вот тоже он гораздо хуже против Макса сыграл. У меня 21, у меня было 20 против Макса и 21 здесь. То есть, ну, примерно одинаковые показатели, да, точности первого пота. Один пат у него 40, 29 лунок по одному поту 40 процентов. Он обходился без трех потов, то есть у него вот это вот шри пат и Вайденс меньше, ну, и ноль. В данном случае у меня было всего 16 в этот раз попаданий с первого пота 22 процента, да. И при этом я сделал чуть поменьше, чем в предыдущем против игры Макса, чуть поменьше трех потов. У меня было всего 6, да, трех потовых. И, соответственно, это 8 процентов от общего количества сыгранных лунок. То есть, вот такая вот информация, которая... Но, опять же, здесь я играл это на следующий день после того, как соревновался с Максом. И в этом отношении, конечно, мой патинг не мог улучшиться резко. И проблемы возникали те же самые. То есть, ну, обидные очень проблемы, когда ты мажешь с дистанцией 4 фута и 5 инчей, то есть полтора метра. И когда ты мажешь с дистанцией до двух метров, да, или до двух с половиной метров. Все-таки с большей вероятностью нужно проходить эти дистанции. Поэтому теперь мне понятен, исходя из этой информации, мой тренировочный план в патинге. Я должен продолжать тренироваться именно в таком же формате. Потому что здесь я часто сталкиваюсь с критическими ситуациями, с критическими дистанциями, с которых я должен играть. Но если тренировать постоянно какой-то компонент, не вариативность такую создавать с разных дистанций, да, тренируя, а набивая автоматизм с определенных дистанций, то, конечно, мне надо больше всего внимания уделять дистанциям от 3 футов до 8. То есть вот с этих дистанций надо плотно стоять и плотно стучать. Потому что не так плохо все обстоит в длинном патинге, но достаточно плохо обстоит все в коротком и среднем патинге. Вот та информация, которую я хотел вам сообщить. И в общем-то это немножко как бы другой подход. Вот я стараюсь исповедовать, что это больше такой performance golf. То есть гольф, основанный на знании своей игры. Не на том, что вот я вышел на рейндж, постучал там, мне показалось, что я там пятерка и айрон не очень хорошо бью. Да, в поле вышел, начал играть, счет не собрал, пришел, разочаровался. Думаю, что это связано с пятеркой и айрон. А по факту, если бы начал анализировать ситуацию более детально, то оказалось бы, что в большей степени моя игра оказалась не очень хорошей из-за других компонентов. То есть в других компонентах у меня были провалы. Либо наоборот, отличный раунд сыграли, связанный это с каким-нибудь длинным патом, который больше всего запомнился в памяти. Или с выходом сти прекрасным, который тоже отложился в памяти. Но если анализировать то, как это происходило, то окажется, что высокий результат был за счет нескольких других компонентов. И поэтому, когда вы играете в вероятностные игры, то ваша задача – это знать себя. Знать свои сильные и слабые стороны, условно говоря. И если вы их знаете, то тогда вам гораздо легче строить эффективную стратегию игры. Безусловно, у вас будет вариативность. Она есть и у игроков-профессионалов, когда в один день они играют минус 8, во второй день играют плюс 2. А было, что даже во второй день плюс 8 и кат не проходят, как Зак Джонсон играл на одном из турниров. 16 ударов разница в два дня. То есть никто не гарантирует вам никакой стабильности, стабильно высоких результатов. Но зная свою статистику, вы будете гораздо лучше и лучших результатов добиваться в среднесрочном и долгосрочном плане. Вот это то, о чем я хотел вам сказать. Спасибо вам огромное за внимание. Если кто-то досмотрел это видео до конца, то это, конечно, будет огромной редкостью. Но вместе с тем я уверен, что вот эта информация, она оказывается полезной для тех из вас, кто достаточно детальное внимание уделяет не только техническим компонентам тренировки свинга, но и этим компонентам игры. Спасибо огромное. Удачи. Буду стараться освещать и другие элементы, в частности и прочинг. И ему, наверное, будут посвящены другие видео. А вот этот вот точность первого Потафиус, под Проксимити, этот эксперимент я постараюсь провести в течение всего года, после каждого турнира, который там происходит. Спасибо огромное. Удачи. До свидания.